Добро пожаловать на YouTube канал Банковский Клуб. Всем привет! Из рубрики вопрос-ответ задают вопрос, как нужно и можно правильно перевести пенсию с одного банка в другой. К примеру, с Приватбанка в Ощадбанк. Давайте сделаем так. Или давайте лучше с банка А в банк Б. Потому что та пошаговость, которую я вам сейчас расскажу, работает среди всех банков Украины. Итак, при соблюдении этой пошаговости у вас пенсия нигде не зависнет и вы будете получать свою пенсию в те даты, которые вы всегда получали. Несмотря на то, что вы переводите пенсию с банка А в банк Б. Итак, первое, что вам нужно сделать, это пойти в банк Б и открыть нам пенсионную карту. Открыв пенсионную карту, нужно там же в банке заполнить заявление, где нужно указать реквизиты вашей новой пенсионной карты. То есть Айбан счет указать. Это заявление банки отправляют в пенсионный фонд. Подпишись на YouTube канал Банковский Клуб, нажав красную кнопку подписаться, а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь. Хочу сразу сказать, что большие банки типа Приватбанка, Ощадбанк, Альфа-Банк, Пумбанк, Рефайзенбанк и другие большие банки, они самостоятельно отправляют вот эти вот заявления в пенсионный фонд. А мелкие банки заставляют пенсионеров самих отправлять, относить это заявление в пенсионный фонд. Как только пенсионный фонд получает это заявление, сразу же он видит, что следующую пенсию нужно зачислять уже на новую карту. На карту банка Б. Какие сложности могут произойти? Я вам сразу не говорю, что нужно идти и закрывать карточку в банке А, потому что, учитывая тот фактор, что я не знаю, когда вы будете писать заявление на перевод пенсии в банке при открытии, в банке Б при открытии пенсионной карты, то пенсия вам может еще быть начислена и перечислена на банк А. Поэтому не стоит закрывать карточку в банке А, а нужно дождаться, пока первая пенсия придет на банк Б, и тогда идти и закрывать пенсионную карту в банке А. Может быть такое, что пенсия вам придет после оформления пенсионной карты в банке Б, может прийти пенсия еще на банк А. И логично считать, что после зачисления этой пенсии на банк А, следующая пенсия уже придет на банк Б. Короче говоря, если вам пришла пенсия уже на банк Б, можете смело идти и закрывать пенсионную карту в банке А. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения. Кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии.